Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу сделать для вас обзор на мою любимую фирму лаков El Corazon и новинки, которые у меня появились. Хочу сказать, что здесь идет продолжение мотивов предыдущих серий, которые я вам уже показывала. Это серия американский люрекс и здесь вот эта тема шиммера, блесток, голографии, она продолжается в следующих коллекциях. Сейчас очень модно в нынешних тканях именно блестки, переливы, различные вот такие вот оттенки и эта тема продолжается у нас и в лаковых коллекциях. Начну, пожалуй, с тех лаков, которые сегодня на мне. Все маникюры вы могли уже увидеть давно в моем инстаграм. Обязательно оставлю ссылку и буду выкладывать сюда видеофотографии. Вот такие вот два красных оттенка, но они абсолютно разные. Вот этот первый, он более такой алый, в нем достаточно много переливов, переливов золотистого. Он такой классический красный, только уже с дополнительными вкраплениями. Это серия идет русский жаккард, ткань по мотивам. Этот номер 423 972, вот такой вот более алый. Вот так красиво он смотрится, безумно-безумно красиво это все выглядит на солнце. И сейчас лак я вам покажу в дневном свете, но не на ярком солнце, а именно натуральное такое дневное освещение. Дальше лак, который более темный, он идет с таким же немножко розоватым подтоном. Он, конечно, шикарен, что я говорю, он шикарно смотрится. Немного светлее он кажется на камере, особенно если он один. Вот для сравнения сразу разница видна. Здесь много золота, за счет того, что основной цвет лака более темный, выделяется золото значительно. И этот оттенок из серии русский жаккард 423 973. То есть разница идет всего лишь в один номер у этих лаков. Дальше переходим к вот таким вот фиолетовым оттенкам. Это уже другая серия. Это органза. И вот так смотрится оттенок, который более темный. Здесь в фиолетовом вот такие вот много шиммера. Он кажется в тени таким около черным. И также буду я вам дополнять маникюрами фотографии. Здесь в этом лаке он такой полупрозрачный. Но нужно нанести на мозг 3 тонких слоя для того, чтобы получить то, что мы имеем на ромашке. Вот такая красота. Следующий оттенок, он более нежный. Вот такой вот. Мне он больше понравился. Он очень красиво переливается. И это номер 423 951. А более темный это номер 423 952. Вот такие красавцы. Этот более такой летний, предыдущий более такой уже осенний, зимний. Смотрите, прям неоновый оттенок. Такой вот. И есть у меня еще два лака из линейки кошачий глаз. Гламур, мур, мур. Называется достаточно такое забавное название. Здесь нарисована такая кошечка в виде ноты. Мне очень понравились эти лаки. Во-первых, это был мой первый опыт с магнитными лаками. Но здесь не только магнитный лак, они действительно дают эффект драгоценного камня, кошачьего глаза. Просто невероятно. Такие переливы и такая многогранность. Вот так вот смотрятся эти лаки. Вот с голубым оттенком я прикладывала стандартный магнит, а с этим зеленым магнит-карандаш вот с ним немного поигралось. И как вы можете наблюдать, вот так вот переливаются эти лаки. Действительно ощущение, что это не лак, что это какой-то драгоценный камень. Когда я наношу на ногти этот лак, то у меня ощущение, что это не маникюр, не мои ногти, а драгоценные камни вместе со мной. Уж очень они мне понравились. Наверное, буду пробовать еще какие-то другие оттенки. Но это красота. Посмотрите. Просто волшебный. Нужно такое создать. Это же хватило знаний, умений создать такую красоту. Просто фантастика, волшебство какое-то. Иначе я не могу это назвать. Очень мне понравилось. Вот такой был мой заказ лаков. Продолжаю тему тканей в маникюре. Вот такие у меня были новинки, новые лаки. Это я вам для сравнения показываю предыдущие. Кто не видел предыдущие видео, заглядывайте. Посмотрите его обязательно. Ну что ж, надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить фотографии с маникюрами. На этом я с вами прощаюсь. Скоро увидимся в новых видео о лаках. На этом все. Всем пока.